Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим демо-версию стратегии в реальном времени, которая называется Country Ball, The Real-Time Strategy Game. Ну, собственно, в названии даже написано, да, жанр этой игры. Про игру мне рассказал товарищ Атомный, за что ему огромное спасибо, потому что я не знал, что по кантри-болам готовится к выходу РТС-ка. Я знал только про героеподобных кантри-болов, названия, если честно, которых я уже не вспомнил. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть в этой демо-версии. Я так понимаю, мы здесь будем, ну, по стандарту, по классике играть за кантри-болов, да, или типа страна-шаров, и я так понимаю, у нас тут есть пока что три кантри-бола, за которых мы можем поиграть. Это французики, англичане и американцы, и всё. Тут, причём я вижу, будут разные другие фракции, тут и ЮАР будет, да, и Австралия, Япония и Россия, в виде, я так понимаю, империи, да, судя по территории, которую она занимает, скорее всего это будет империя, да. Ну, прикольно, давайте посмотрим. Ну, я не знаю, давай, наверное, за бриташек. За американцев слишком просто, давай за британцев. Так, окей, погнали. А, это у нас обучение, да? Угу, так, двигай камеру так, хорошо. Спасибо за обучение, я как бы немножко умею играть в РТС, так, зум-ин, зум-аут, окей, а можно как-то без обучения, типа, ну и так понятно, что это такое, да. Ну, кстати, иконка нравится, да, такой король. Выберите юнита. Тут противники. Эй, вы куда? А, убейте всех противников. Ну, мы бессмертные, я так понимаю, да, здесь? Так, уничтожьте противников, нажимая правой кнопкой мышки. Блин, ну, кстати, плохо, что нет ни звуков никаких, да? Ничего. Ну, ладно, посмотрим, что дальше будет. Кантри-бол. Ну, пока выглядит довольно просто, миленько, простенько. Че, у нас там газеты с военными преступлениями? Как я люблю. Юниты один в другом застроят. Ну, короче, да, такая стратежка простенькая, конечно же. Но посмотрим, как она будет развиваться дальше. Сейчас мы быстренько обучение-то проскипаем. Насколько это вообще возможно, да? Так, следующая миссия. Хорошо. Так, добро пожаловать, командир. Мы обнаружили войска противника на южной стороне нашей территории. Мы должны собрать наши силы и уничтожить их. Идеология? А, прокачка. Speed of all command units. Ну, я так понимаю, мы ничего. У нас ноль идей. Мы безидейная фракция, у нас ничего нет. Ладно, старт. Так, вот так вот выглядит игра. Ну, и, кстати, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто подписан на меня на Boosty. Ребята, именно благодаря вам я имею возможность сделать дальше для вас новые такие крутые видосы. Если вы тоже хотите поддержать меня каким-то образом, то ссылочка в описании. Обязательно заходите и выбирайте интересующий вас уровень поддержки. Так, у нас есть количество ресурсов. Это наши деньги, да. Слушай, это Старкрафт, что ли? Так, давай достойчиво, что у нас экипировка в порядке. И натренируйте воркера. Хорошо. Постройте один ойл-экстрактор. Рефайнери, что ли? Нет. Ойл-экстрактор. Как его строить-то? Ну, наверное, рефайнери, да? Э-э-экстрактор. На гейзерах. А, ну да, тут строить нельзя, действительно. Так, ну подожди, это что, типа, кристаллы, минералы и вес пен? Почему-то выглядит так, как будто я реально в Старкрафт играю какой-то. Что за бред? Так, деньги добывают, минералы. Давай ещё работника, сколько стоит? По 50. Давай ещё парочку. Вроде недорого. Так, и погнали сюда. Будем добывать мы нефть, что ли, да? Типа топливо какое-то. Блин, игра выглядит очень, конечно, простенько. Такое ощущение, будто кто-то, знаете, фотошопин за полчаса всё это дело нарисовал. И серьёзно, это выглядит очень просто. Так, построите казармы. Город. Эту популяцию выше увеличивает, да. Ну, понятно. Так, а, короче, игра, я вижу, взяла за основу именно Старкрафт. То есть, это такая Старкрафтоподобная стратежка. Ну, я не то, что вы против. И, по большому счёту, я делаю это видео, потому что, блин, ну, а почему бы и нет? Игра выглядит прикольно. Сипорты есть, турельки, казармы, сити стракшир. Ну, город это, типа, у нас увеличение численности, да. Так, типа, устрой. Ага. Так, в казармах, что мы можем делать? Ближник и дальник. Ну, давай ближника в штуке четыре. А, денег нет. Ага, ребята. Гоно деньги, добываем. А у нас вообще деньги заканчиваются, интересно, или нет? Давай все на минералы. Ну, на золото. Не, ладно, это не минералы. А ещё одного. Так, дело сделано. У нас тут по пути противники есть. Ну, хорошо. Задача, как я понимаю, уничтожить наше вражеское здание, и всё. Так, уничтожьте всех вражеских противников. Ну, всех вражеских юнитов, да, всех противников уничтожьте. Ну, я понял. И, наверное, надо снести... Значит, на карту нельзя надавить. Это ремонт, да, наверное? Это менюшка. Блин, немножко игра такая дубовенькая, если не сказать больше, да? Дубово выглядит и играется. Но, опять же, эта демо-версия может быть потом что-то исправит. Так, это у нас специальный юнит дальнего боя. Машинки, танки есть. Прикольно. Так, давай четырёх тоже дальников. Сейчас ещё один ближник выйдет, и будем потихоньку делать. Атаку. Атаки в движении нет, ничего такого, в принципе, нет. Ну, блин, игра очень простая, как я вижу. Мега простая. Знаете, ну, реально, как будто там, ну... Очень быстро сделано было наспех. Но, опять же, это очень ранние версии игры. Посмотрим, что будет на... Более релизной стадии. Или хотя бы игра, когда будет, знаете, там, в раннем доступе. Посмотрим. Пока что выглядит просто. Нет никакого звука. Да, вот команд юнитов, типа там... О, сэр! Yes, сэр! Факвин! Точнее, уже за короля, а не за королеву. Ну, ладно, неважно. То есть, вот этих вот... Не хватает, когда ты юнитами командуешь, не хватает вот этих вот фразочек каких-нибудь, знаете? А, да, на карте карта ж не работает. Не хватает фразочек каких-нибудь, типа там... Давай за королеву служу короне. Ну, типа того. Это было бы прикольно, мне кажется, если бы такое было. Но этого нет. К сожалению. Так, ага, у нас тут ближники помирают, да? Они, наверное, живой еще. А сколько их вообще? Один остался. А он бессмертный? Судя по всему, да. Странно. Ладно. Ну, типа, музыка на фоне есть, и на этом все. А звуков нет никаких, звуков, выстрелов не хватает. Звуков команд и прочее. Ну, ладно. Долго, наверное, мы с этой игрой сидеть не будем, видео вам показывать. Я сейчас хотел, знаете, показать ее. Мне атомный про нее рассказал, типа, прикольная игра. Типа, шарики. Контриболлы. Ну, вот я решил, думаю, запишу видосик, вроде прикольно реально выглядит. Типа, контриболлы я вообще люблю. Как, знаете, такое культурное веяние. Была такая игрушка, называлась Bang on Balls, если я правильно помню. Она тоже была клевой. И там тоже про шары мы, ну, кстати, контриболлами играли. Вот она реально была тоже клевой. Я про нее даже видосик на канал когда-то делал. Такси-порт. Почему не застроить? Ну, давай подойдем ближе. Такси-порты. Такси-порты. А почему не застроить-то? Может быть, ему надо прям туда? Прям здесь построить его, может быть, надо? Да, попробуем. Да. Здесь. На побережье, как бы. Такс. Ну, все довольно просто. Даже чересчур, знаете, игра простая. Прям. Мне даже нечего сказать, если честно. Я вот сижу, играю и... Это чересчур простая игра. Ну, вроде прикольная. Посмотрим. Мне, кстати, интересно, а миссии за разные фракции отличаются или нет? Потому что, если отличаются, то это клево. Так. Постольный си-порт. Иллюминает all enemy units. А, нам надо, типа, садимся. А, слушай, они реально плывут на лодке. Клево. Давай сюда. Так. Тут можно еще есть. Flight soldier. Летающий солдат. Как это звучит странно. Так. Давай мы тут, может, казармы сделаем. В случае, если наши солдаты не справятся, мы создадим новых. Так. А тут мы их сейчас выгрузим. Мне, кстати, нравится, как лодка, типа, ну... Замедляет свой ход ближе к берегу. Так, парни. Ну, тут врагов дофига вроде, да. А, нет, это здание. Ну, враги тоже, в принципе, есть. Причем их, да, немало. Ну, мой план по созданию казармы. В принципе, довольно логичный здесь. Давай восемь солдатиков сюда. А, даже так, то есть по берегу можно ходить. Прикольно. Ну, давай подкреплю тогда подождем. Нет, не дождем всем подкрепления. Рядовой Джонатан будет мертв. Так, ладно. Загружаемся. Медленно строятся юниты, очень медленно. А может быть, еще казарму влепить, да? Давай, типа, ну, очередь производства бахнем. Так, не понял. Нет, стоп. Не команд-центр. А, казармы. Нельзя? Почему нельзя? Он что, застрял, что ли? Блин, он, походу, застрял. Бедняжка. Так, ладно. А, давайте мы, наверное, знаете, что сделаем? Сейчас давайте я выйду. Типа, мне с этими ребятами все понятно. Давайте в главное меню. Давайте другую фракцию выберем. Типа, что там у нас? Допустим, США. А, то же самое обучение. А можно как-то скипнуть? Типа, обязательно обучение проходить за каждую фракцию? Ну, прям, действительно, это надо. Да, действительно, так необходимо. А, ну вот, Next Mission. Все, хорошо. Так, а, тут то же самое? Вот буквально то же самое нам дают поиграть, да? Ага, можно собрать себе юнитов. Прикольно. Типа, у нас здесь буквально та же самая миссия. Постройте лодку. Да, 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 да. Один в один. Ну, хотя бы давай попробуем посмотреть, отличаются ли у нас какие-то юниты и вообще фракции чем-то отличаются, кроме флага. Или нет? Так, ну, тут все по стандарту, как я вижу, да. Да не, один в один вообще. Только флаг отличается. Ну, буквально. Даже музыка на фоне играет одинаковая. Блин, ребят, ну, это немножко халтурно, я считаю. Да? Это действительно халтурно. Типа, создать за разные фракции одинаковых юнитов? Вообще, одинаковое все, но это халтура. Так, стоп. Оил экстрактор. Рефайнери. Ну, типа, буквально один в один. Ну, зачем такое делать? Поэтому, да, как я сказал, видео, наверное, по стратежке по контриболам будет очень короткое, но тем не менее. Жалко, мы не можем, знаете, типа, посмотреть на большее количество здесь войск, еще чего-то. Сейчас попробуем, может быть, быстренько пробежаться в этой миссии. Уже, знаете, на опыте, типа. Насобираем сейчас ресурсов дофига, миллион просто ресурсов. И будем делать кучу солдат. Сейчас прям толпень заделаем и пойдем этой толпой делать всю грязь. Кстати, посмотрим, давайте, может быть, реально юниты отличаются. Я, конечно, сильно сомневаюсь, но вдруг. Типа, здесь просто отличаются сами контриболы, и все. А так, по сути, фракции одинаковые. Но было бы прикольно, если бы все-таки, знаете, юниты говорили. Ну, да, мили солдер, рейндж солдер, то же самое, один в один. Струкчур апгрейд реквайд. Ну, здесь надо заапгрейдить все. Сити. Ну, это популяйшн увеличивает. Да, это мы знаем. Ну, короче, немножко халтурно сделана игра. На данный конкретный момент времени, да, я не говорю вообще за всю игру. Может быть, на релизе будет получше все. Ну, а техника требует... Конечно же, масла. Ну, топливо. Так, ну, не знаю. Давай тогда... Солдаты ближнего боя, поехали. Попробуем сейчас эту миссию тогда за американцев сделать. И потом пойдем посмотрим, что у нас за французов. Ну, если честно, я подозреваю, что там то же самое, один в один. Я более чем уверен, что там, скорее всего, та же самая история. Так, а ты сейчас у нас делаешь, наверное, еще одну казарму. А, да-да-да, нам же хотят показать, что, типа, надо идти сюда, надо штурмовать это все дело. А то мы не поняли, как будто мы сейчас не играли. Слушай, вот реально, я хотел, например, в этой демке, да, поиграть за одну фракцию, потом мне... Вот, захотелось поиграть за другую фракцию. Вот, допустим. Почему я не могу... Ну, типа, почему у меня нет возможности, да, играя за разные фракции, получить разные миссии? Или, возможно, это только в демке, так. Но, опять же, возможно, в демке. Возможно, это ограничение такой демо-версии. Очень неприятное, хочу заметить, но, скорее всего, так и есть. Да, юниты ведь одинаковые. Мне кажется, вот это вряд ли поправят в релизной версии игры. Ну, чтобы, типа, юниты были разные. Это очень вряд ли. Но, опять же, система Старкрафта, в принципе, здесь работает. Игра вполне себе нормально выглядит, да, для такой простенькой игры. Но у меня такое ощущение, будто, знаете, ее в каком-то то ли констракте, то ли в гейммейкере заделали. Буквально за пару вечеров, серьезно. Очень простенько сделанная игра, очень. Прям нереально простенькая. Мы сейчас дождемся, пока у нас несколько юнитов вылезет. Давайте попробуем ими что-то сделать. А, можно заапгрейдить. Слушай, а апгрейды все-таки есть. А давай попробуем. 250. Не, а как отменить? Блин, отмена не работает. Только, наоборот, добавляют солдат. Сейчас, Наташ, построить дом. Так. Сити, точнее, город. Такой дом. Ну, вы поняли. Тогда пока потихоньку пойдем зачищать это место. Ну, я хочу улучшить, значит, здание. 250 надо. Ну, сейчас соберем. Слушай, довольно далеко стреляют, неплохо. Так, погнали. Тут пока идет драка у нас. Мы потихоньку пособираем ресов. 250 там надо. Блин, тут, конечно, я слишком много заказал, ребят. Ну, почему-то не отменяется. И у нас даже нет, знаешь, этого управления. Управления нет, его просто нет. Только есть режим музыки и все. Есть музыка, нет музыки и все. В игре нет даже управления. Какой ужас. Так, грейдим здание. О, а грейд сразу идет, да? Special Range Soldier. 250 дорого. Машинка. Танк. Ну, это, я так понимаю, пушка, да? Давай на пушку, или давай машинку накупим. Машинкой попробуем. Ну, трин-то, конечно, еще, видите, один в другого заходит. Это хреново. Так. Сколько там надо? 250? 300 надо. Ну, сейчас, думаю, на машинку накупим. А, 150 надо топлива еще. Нефти, да. Давай тут на нефтянку, наверное, иди. Так, давай тогда еще пару строителей сделаем. Я просто не знал, что есть кнопка улучшения. Понимаете, я случайно увидел вообще. Типа, я мог бы ее в прошлый раз увидеть. И нажать. Но она такая непримечательная. Я так понимаю, мы можем и тут базу сделать, да? И вот эти ресурсы повыкачивать тоже. Чего бы и нет, собственно. Так, а наши юниты вообще там это... Умирать умеют или нет? Наверное, нет. Так. Ага. Строители. Давай на топливо, на нефть. Хотя нет. Нет, 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 все правильно. Да, давай туда. А мы точно поставим дом. Город. Блин, ну это выглядит как город. Какой дом нафиг? Почему я говорю дом? Так, машинку давай закажем одну. Дорого, конечно, стоит. Но я надеюсь, она будет прям мега жесткая. Хотя, наверное, нам не получится ее засунуть. Знаешь, у этого... Дэмэдж 5. У всех дэмэдж 5 и хелст по 500. А нет, здоровье больше. Мне кажется, не получится ее засунуть... в лодку. Ну это логично, на самом деле. Так, 300, 150. Сейчас еще насобираем. Уля, какая машина. Прикольно. Там тип сверху сидит. Но выглядит, конечно, она очень плохо. Очень плохо это все выглядит. Ну очень. Ладно. Нет, игра, конечно, прикольная. Но выглядит она очень пока что просто. Можно сказать, что это ее фишка, да? Особенность этой игры. Так, сейчас давайте еще одну машинку дождемся и поедем. Может быть, еще пушку сделаем. Или на танк накопим. Но танк, мне кажется, вообще будет жесть. Хотя, ладно, давайте без машинки пока пойдем. Я, как сказал, не хочу затягивать это видео по хронометражу. Тут и так, в принципе, все понятно с ней. Это очень простая игра. Поэтому затягивать мы не будем. Сейчас построим этот Си-порт. Так, иди сюда. Работяга. Даже через шифт нельзя выбрать разных юнитов. Так, ладно. Давайте сюда езжайте пока потихоньку. Сейчас мы толпу вызадим и сделаем эту миссию все-таки. За Британскую империю не получилось. Так за американцев получится. Еще турели, кстати, можно строить. Так, Си-порт. Не хватает ресурсов. Понятное дело, что не хватает. Сколько ему надо? 225 топлива. Ну, сейчас соберем. Это не прям. Блин, жалко. Очень хочется кликнуть на карту. Но она не кликается. А это, я так понимаю, на стуле снести. Да, это снос. А это не ремонт. Я понял. Это вряд ли похоже на ремонт. Так, ребята, таскайте. 225 надо. Еще скроллинг медленный. Кошмар. Так. Давайте строить. Ну, конечно, техника очень плохо выглядит. Как и все остальное в этой игре. Но, не знаю. Если эта игра выйдет когда-нибудь на телефоны, мне кажется, в это можно будет даже поиграть. Ну, на телефона. На компе я, наверное, в такой играть бы не стал. Серьезно. Так, а вы, типа, все загрузились? Не, не все. 5. Ну, 5 так 5. 5 слотов так 5 слотов. Ой, дорого. Ну, вы пока тут потусите. Так, а мы тут давай сделаем тоже казармы, чтобы ближе было. Ну, на лодках это прикольно выглядит, кстати. Реально грибут на лодках. Так, следующую пачку загружаем. Написано, кстати, до 8 юнитов можно выбрать. Почему эти не влезли, непонятно. Ну, эту ролику может быть сделаем. Хочу посмотреть, как она выглядит. Кстати, лодка грибет сама. У меня там искусственный американский интеллект, или что мне интересно? Так, погнали. Грузимся дальше. Так, турель. Ну, просто обычная турель. Ничего особенного. Давай еще одну зайдем, по приколу. Так, машинки вряд ли можно будет туда загрузить. Но, тем не менее. Выгружаемся, парни. Лодка грибет назад сама. Так, ну что, попробуем штурманную базу. Опа. Это мне, кстати, вроде надо собирать. Да, это, типа, наши идеи. Я буду идейной фракцией. А идея наша будет заключаться в том, что мы будем после каждой успешной миссии выдавать всем по пачке гамбургеров. Куда поперли, ребята? А не хотите юнитов поубивать? Типа, вообще нет, да? Такс. Ну, и здание. Ну, или, как им тут говорится, города. Город. Блин, они вообще в другую сторону стреляют. Нормально. Так, следующая миссия. Это был легкий компьютер. Да и вообще, на самом деле, миссии довольно легкие и простые. Командир, враги захватили базу наших союзников. Закинули их в ближайшие фасилити. Я понял. Так, а в идеологиях мы что-то, типа, можем качать, да? Скорость всех юнитов. Скорость, подожди. Speed of all combat units. Speed. Это тоже скорость. Скорость всех работников. Я бы лучше скорость работников сделал. Типа, это, мне кажется, прикольно. Будут быстрее ресурсы таскать. Не, ну, картинки забавные, типа, прикольные. Типа, вот, видите, захватили, типа, в плен, на веревку и тащат. Ага. Это, собственно, был обучающий уровень наш тут. Что это за плиты? Это ловушка. Нельзя на нее, наверное, наступать, да? Да ну, нельзя наступать же, написано было. Идиоты. Так, спасите наших союзников. Ну, слушай, а разработчики даже попытались, типа, нет? Сделать так, что, типа, ну, миссии, как в старых добрых CNC. А, их можно расстрелять. Блин, я не знал. То есть, как в старых добрых CNC стратегиях. Ну, в первых частях подземные уровни. В каких-то комплексах, бункерах и так далее. Ну, это прикольно даже. Это даже прикольно. Но, опять же, игра такая недоделанная. Это даже обидно, потому что я, когда я запускал, надеялся увидеть, ну, прикольную, рофельную игру, где они будут, знаете, фразы говорить какие-то смешные. Шутить постоянно, там, про Польшу, которая не может в космос. Ну, и так далее. А тут вот такое. Ну, как бы, чисто как концептуально, да, игра прикольная. Но ей еще требуется... Ой, как много доработок. Так что, в принципе, на этом, наверное, давайте и закончим видео по игрушке. Стратежка по кантриболам. Когда она выйдет, хотя бы в ранний доступ, я думаю, мы на нее еще разок посмотрим на стримах. Будет, думаю, интересно на это дело взглянуть. Ну, а пока что на этом все, ребят. Если вы на канале, впервые подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте, как обычно, переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу ВК, в Дискорд канал и на Твич, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был любитель странных и иногда прикольных стратежек Мистер Чейзер. Мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока!